Генеральный партнер. Торговая группа «Абсолют». Официальный партнер. Розничная сеть «Барис». Официальный партнер. Спортивный клуб «Байкал». Эфир телеканала АТВ продолжает информационный выпуск. В студии Александр Иванчиков. Здравствуйте. И вначале коротко о некоторых темах. Школа 60-я все-таки нужна в центре. Земельный вопрос. Школу номер 60 могут перенести в 103-й квартал. Приносят с собой листочек, записывают свое имя, и потом этот листочек друг другу передают. Занять очередь в 5 утра. Жители Хойтабе не могут попасть на прием к педиатру. Можете листать. И вам предстоит выбрать самую красивую. Самую красивую? Угу. С ног сшибательная красота. Улан-Удэнцы выбирали самую симпатичную представительницу сборной России по женскому боксу. Не нашли общий язык. Этой ночью в Улан-Удэ произошло ЧП. Гражданин Китая убил и расчленил своего соотечественника. Все произошло в доме 34-летнего подозреваемого по улице Ермаковская. По версии следствия, вечером 30 сентября к нему приехал потерпевший и хотел вернуть одолженные накануне деньги. Во время разговора между иностранцами из-за финансовых разногласий произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры схватил разводной металлический ключ и силу нанес ему удар по голове должника. Затем злоумышленник добил свою жертву ударами ножа, после чего при помощи топора исчленил тело покойного. Замести следы злоумышленник решил в лесу. Для этого он вынес расчленный труп из квартиры и погрузил его в автомобиль покойного, но пришлось вернуться за лопатой. В это время к машине подошел владелец гаража, рядом с которым она была припаркована. Не застав никого рядом с автомобилем, он вызвал полицию. Сотрудники МВД осмотрели внедорожник, после чего недалеко от места преступления задержали убийцу, который возвращался к телу покойного. В настоящее время следствие продолжается. Наталью Светозарову официально утвердили в должности директора Русского драматического театра имени Бестужева. Напомню, ранее на этот пост помимо экс-замминистра культуры претендовали еще два человека. Чиновница из администрации Улан-Де Ирина Ковалева и руководитель отдела искусств Министерства культуры Дмитрий Дылаков. Сейчас Наталья признается, что пока не готова говорить о первых шагах в качестве директора. Хозяйственная, материальная часть, обеспечение деятельности. Вот эту работу я, в принципе, я ее представляю. Теперь нужно понять, где есть какие-то пробелы, какие-то там недосчеты. Где есть новые места, на которые нужно обратить в первую очередь внимание. Поэтому я бы хотела все-таки начать посмотреть внутри. Напомню, 15 сентября после продолжительной болезни ушел из жизни предыдущий директор театра имени Бестужева Петр Степанов. Больше половины жителей Бурятии не платят за вывоз мусора. Из планируемых 330 миллионов с апреля по август Экоальянс собрал только 125. Больше всего неплательщиков оказалось в Тункинском районе. Там собираемость составила всего около 7%. Кроме того, региональный оператор высказал претензии в адрес уландынских торговых центров. Мы не один раз говорили, что проблемы существуют с торговыми центрами. Такие как Пионер, например, вывозят у них 37 контейнеров ежедневно. Договор с региональным оператором у них нет. Куда вывозится этот мусор, непонятно. Практически аналогичная ситуация и с торговым центром Еврозона. Каждый день они вывозят по 15 мусорных баков, хотя договор на вывоз заключен только по 6 контейнерам. Все эти факты переданы на контроль жилищной инспекции. Вопрос не решен. В Улан-Удэ ищут место под строительство новой школы номер 60 для детей-инвалидов. Напомню, по решению суда с января следующего года ученики не смогут посещать старое здание. Учиться будут в первом корпусе 63-й школы, что в сотых кварталах. Как отреагировали родители на удаленность от центра и где будет строить новое здание, выяснял наш корреспондент Светлана Шикунова. Любовь Владимировна, бабушка Максима, одного из учеников школы номер 60. В ней обучаются дети, которые по состоянию здоровья не могут получать знания в обычных школах. Их семья живет в районе спиртзаводской трассы и Максим сам добирается до учебного заведения. Но уже с января следующего года детям с инвалидностью придется ездить в сотые кварталы. Как будете добираться до сотых кварталов? Ну вот и будем добираться, что мы здесь на наш квартальский. Потом доедем до жили-были. Там будем стоять ждать 70-й, потом на 70-й сядем и уже поедем туда в 103-й квартал. По времени такой маршрут будет занимать около полутора часов. А после нелегкого пути Максиму нужно отдохнуть и набраться сил. Ребенок особенный. А таких детей по городу более 500. Большинство, конечно, обучаются дома. Но есть и те, что ежедневно посещают образовательное учреждение. Приезжают на учебу Стулунжи, Стеклозавода, ЛВРЗ и Левого берега. Они сказали на предыдущем собрании, что должны выделить еще два автобуса на по 25 мест. Это, по крайней мере, точно было. Это было говорено, что он будет пустен по маршруту. Эти автобусы еще не выйдут. Когда в республику придут автобусы для провоза детей, то тогда эти автобусы будут выделены в министерство образования. Сейчас в распоряжении школы лишь один автобус на 12 мест. В планах забирать детей с отдаленных районов в центре города и отвозить сотые кварталы. Напомню, изначально чиновники планировали перевезти учеников на первый этаж нового здания. Но решили остановиться на старом. Сегодня там идут ремонтные работы. Составлена смета. Смета более чем на 4 миллиона. Теперь мы должны расширить дверные проемы. Мы должны отремонтировать туалеты специально. Там поручни. И, кроме того, создать мобильную среду. Но родителей волнует не только вопрос с временным пребыванием в стенах школы номер 63. Актуально и место нового образовательного учреждения для детей с ограниченными возможностями здоровья. Решение этого вопроса они требуют несколько собраний подряд. Будет ли существовать школа для детей с ОВЗ? Есть ли такая надежда? Или все-таки, как говорится, эта надежда у нас будет потерян? Ну, во-первых, я хочу вам сказать, такого вопроса нет, не будет. Мы не позволим. И я думаю, что вот это вот все увидит наше правительство. И задумаются о том, что эта школа 60-я все-таки нужна в центре. Найти место в центре. Именно такую задачу поставил перед собой директор школы номер 60 Любовь Цеденова. Однако свободного места в центре города почти нет. По нормам Роспотребнадзора минимальная площадь участка учреждения должна быть не менее двух гектаров. Столько места нет в собственности ни у города, ни у правительства. Выход есть – снести старые здания и выкупить близлежащие. А вы знаете, советский район какой? Там нет места. Есть хорошее место в Октябрьском районе. Но это далеко для советчан будет. Теперь дальше. Это будет близко к железнодорожникам, но им тоже будет неудобно ездить. Наиболее в этом плане удачный был участок в 103-м квартале. В 103-м квартале площадь 2,5 гектара этого участка. На этой территории можно было построить школу с вместимостью 400 человек. По словам председателя комитета, с вариантом в 103-м квартале согласилось большинство опрошенных родителей. Согласны, если несколько человек, которые живут в 103-м квартале. А в основном, я бы сказала, никто не согласен туда, очень далеко. Нас, в принципе, в это устраивает лучше что-то, чем вообще ничего. И пока вопрос о месте строительства школы номер 60 остается открытым, родители ждут, что их все же услышат. Светлана Шакунова, Эрдем Гармаев, Данил Жаркой, телекомпания АТВ. Минус одна единица уже коллапса. Жители села Хойтабаэ и Волгинского района занимают очередь к педиатру в 5 утра. Дело в том, что их врач уволился, и теперь молодым мамам нужно ходить в соседнее село, чтобы попасть на прием к врачу. Почему специалисты не задерживаются в селе и как решают проблему в нашем следующем материале. Врачебная амбулатория Нижней и Волги. А это очередь к педиатру. Как нам сказали, не самая большая. Обычно здесь не протолкнуться. Чтобы записаться на прием, сюда приходят к 5 утра. Но проходят далеко не все. В часть дня врач выезжает на домашние вызовы. Такая напряженная ситуация с августа. Именно тогда в соседнем селе Хойтабаэ уволился детский врач. Местным жителям ничего не оставалось, как обращаться за помощью сюда. Приносят с собой листочек, записывают свое имя, и потом этот листочек друг другу передают и записываются. Вот сейчас 26-е по очереди заходят, мы 28-е. Там еще минут 30-40 с ребенком. Если машины нет, то пешком идем. Ладно, сейчас есть тепло, если холодно будет. Для удобства в одном из мессенджеров даже создали группу. Сегодня в ней более 400 человек. Здравствуйте. Кто поедет в Нижнюю Иволгу? Запишите нас к педиатру, пожалуйста. Я вас записала. Теперь уже в 5.30 очередь занимают? Да, я в прошлый раз в это же время занимала. Народу очень много. В 8 если занимать, то не факт, что пройдешь. Мы звонили на Минздрав, очень много было обращений. Звонили в Иволгу, спрашивали у начальства. Ну а ВОЗ и ныне там. Нагрузка на педиатра идет очень большая. Когда был у нас педиатр, она принимала по 50-60 детей в день. И еще были вызовы. Оказалось, что и терапевтов ФАПХО и ТБЭ взяли буквально неделю назад. Из-за условий уличный туалет, ручной умывальник, интернет отсутствует. Данные пациентов приходится записывать вручную и лишь потом ехать до больницы и заносить в компьютер. Связи с Иволгинской СРБ у нас практически нет. Только телефон, забивать, некоторые нюансы, лекарства выписывать. Те же анализы. Анализы один раз в неделю сдавать и через неделю получать анализы. Но это ни в какие рамки не входит. Конечно, население тут очень большое. Прикрепленное население только 2500 получается, а фактически проживает где-то около 5000. Нагрузка большая. Конечно, никто не выдержит. И то, я не знаю, выдержу, не выдержу. Мы обратились в центральную районную больницу. Как нам сказали, новый педиатр в ХТБЭ начнет работу уже 8 октября. Останется вакантной лишь одна должность фельдшера. Но и это лишь частично снимет напряжение. Район пригорный, а потому количество жителей быстро растет. Ну, уже ФАП, это уже не то здание, которое нам нужно. Нам нужна амбулатория, чтобы был дневной стационар, чтобы старики могли проходить, дети на физию ходить, потому что это тоже необходимость. Чтобы дали также не только одного педиатра, но еще дополнительно врачей. Площадь фельдшерского кушерского пункта села ХТБЭ оставляет 117 квадратных метров. А для открытия организации именно врачебной амбулатории нам нужно как минимум 200 квадратных метров. Поэтому, чтобы дополнительно ввести еще плюсом штатные единицы, как врачей-педиатр, так и врачей-терапевт, необходимо расширение территории, ну, в площади. Что необходимо, пристройство в пристрое по именно фельдшерскому кушерскому пункту. Нами заявка была направлена на адрес Министерства здравоохранения в СУКВЭТИ. Заявку по расширению ФАПа Минздрав Бурятии принял, однако выделит ли на это деньги, пока не ясно. А значит, жителям ХТБЭ за стационарной помощью по-прежнему нужно будет обращаться в ближайшее медучреждение. Екатерина Устюшенко, РДМ Гомбоев, телекомпания АТВ. Абсолют гарант низких цен. Сборная России по боксу провела открытую тренировку. Девушки собрали вокруг себя огромную толпу зевак, которые с удовольствием снимали происходящее на телефоны. Впрочем, не удержалась и наша съемочная группа. О том, как все прошло, расскажет Будам Мунхоев. Знакомьтесь, это сборная России по боксу. Всего 10 девушек с абсолютно разных уголков страны. Это сегодня у них бой с тенью, но уже завтра начнутся ожесточенные бои за звание чемпиона мира. Наши прибыли в Бурятию почти месяц назад и пришли в лучшую форму для турнира. Мы приехали сюда в начале сентября. Специально для этого пожили на Байкале пять дней, восстановились. Маленько, так сказать, пришли в себя, а потом уже потихоньку, понакатаны, начинали тренировки. Ну и сейчас уже можно сказать, что все вкатились в наш часовой поезд, так сказать. Поэтому проблем уже не должно быть. Чемпионат мира по боксу в Улан-Удэ пройдет с 3 по 13 октября. В сборную страны попали три наших землячки. По словам тренера, это не блат и не желание продвинуть местных спортсменов на домашнем чемпионате. Женский бокс в Бурятии на хорошем уровне, а потому место в сборной абсолютно заслужено. Если быть более детальным и конкретным, то 57 килограмм – это чемпионка страны этого года Уранцова Людмила. 60 килограмм – это Наталья Шадрина, то же самое мастер спорта международного класса, которая показала очень хорошие результаты. Ну и супертяж Ткачева Кристина – это чемпионка России вот этого года. До этого она выиграла чемпионат Европы, мира выиграла. Эта тренировка показательная, чтобы познакомить горожан с одними из главных героев предстоящего чемпионата. Ведь скоро им придется биться за себя и за страну. Нам очень нужна ваша поддержка и весь дух, чтобы нам давал силы на бои, на победы и на все это. То есть противостояние другим странам, чтобы наша страна была вместе. Чемпионат мира по боксу пройдет в ФСК. Купить билеты на бои можно онлайн на сайте oland.kassir.ru. Приходите, болейте за наших. Возрастное ограничение 6+. Будамунхоев, Данила Жарко, телекомпания АТВ. Не только сильные, но и красивые. В преддверии чемпионата мира по боксу среди женщин АТВ решил выяснить, кто в нашей сборной самая красивая девушка. Не подумайте, мы никого не хотим обидеть. Однако, почему бы не узнать мнение горожан? Наш корреспондент Илья Балханов отправился на улицы Улан-Удэ выяснить, у кого сногсшибательный не только удар, но и внешность. Ну, сейчас мы вам покажем, в принципе, сборную России. И ваша задача на ваш курс определить, кто самая красивая. Хорошо. Давайте. Можете листать? Можете еще? Вот. Выбор однозначен. Людмила Воронцова, наша землячка. Дальше. Дальше. Да, они все между собой красивые, симпатичные. Да, они все красивые. А, ясно, спасибо большое. Можете листать. И вам предстоит выбрать самую красивую. Самую красивую? Угу. Я считаю это. Мне кажется, вот это. Вот это? Угу. На самом деле, все это вкусовщина. Все наши девочки – умницы и красавицы. Уже завтра в Улан-Удэ откроется первый чемпионат мира по боксу среди женщин. Редакция телеканала желает девочкам удачи и ничего, кроме побед. Уракша. Илья Балханов, Эрдем Гармаев, телекомпания АТВ. Мы приглашаем присоединиться к этому голосованию и вас, наши телезрители, в нашем официальном инстаграм-аккаунте ТВАТВ. В нем, кстати, пока лидирует Карина Тазабекова. Ко дню пожилого человека. От мальчика до мужа. 43 года на заводе. Петр Кравцов пришел на производство еще мальчишкой. Ушел служить в армию, вернулся, женился, вырастил детей и внуков. И все это работая на ЛВРЗ. О примере постоянства и ответственности расскажет Екатерина Устюшенко. Буквально 10% всего коллектива занимались художественной самодеятельностью. Что вы делали? Пели? Пели. Ну, я участвовал, я бы, так сказать, организатор, вдохновитель был этого мероприятия. Петр Фалилевич свои трудовые годы на ЛВРЗ вспоминает с теплой ностальгией. Еще бы устроился на завод совсем мальчишкой в 16. Туда его привела старшая сестра. Семья большая, 8 детей. И ему по законам старшинства нужно было помогать родителям. Благо на пути попались хорошие наставники. Да и работать на заводе считалось почетным. Так и началось. Утром к станку, вечером в техникум. А потом армия, железнодорожные войска. Мой начальник цеха, Ким Николаевич, мы с ним постоянно общались. Но в то время, можно сказать, такой связи мощной не было. Мы друг друга писали. Я иногда приходил в увольнение. Потому что, как я сказал, служил в ВНД. Так и вышло. Отслужив, Петр Фалилевич вернулся на завод, где от мастера вырос до начальника цеха. Управлял коллективом свыше 300 человек. Поддерживал все культурно-массовые мероприятия. Если на производственном фронте можно было положиться на дружный коллектив, то тыл надежно охраняла супруга, с которым познакомился еще до армии. Надо сказать, не каждая женщина выдержит столь жесткий график. Я, как руководитель цеха, обычно я приходил на завод в цех в 7 часов утра. Рабочий день начинался в 8. Ну, ходили мы когда-как, когда в 8, когда в 10, иногда в 12 в ночь, особенно в конце месяца. К сожалению, супруга не дожила до наших дней. Сейчас Петр Фалилевич делит квартиру с внуком. Тренажерный зал, бассейн, театр, дача. Сидеть на месте заводчанина не заставишь. Не оставил он и общественную деятельность. Теперь он председатель совета дома. Так что назвать его пенсионером язык не повернется. А еще нам довелось выпить кофе из сервиза, который достают по особым случаям. И вот почему. Кстати, даже эта история связана с ЛВРЗ. В Болгарии мы проходили учебу, там учились мы определенный срок. А потом в Болгарию, в Стамбул поехали на экскурсию. И вот там я его приобрел, вот уже больше 20 лет, как бы оно еще сохраняется. О том, что когда-то связал свою судьбу с заботом, Петр Фалилевич не пожалел ни разу. Ветеран труда, почетный железнодорожник России скромно говорит о своих заслугах. Меж тем, как никак, 43 года на одном предприятии. За это время завод выпустил столько секций локомотива, что если их сложить в цепочку, можно обогнуть экватор земли 20 раз. В общем, целая жизнь, которая достойна стать примером ответственности, профессионализма и самоотдачи для современного поколения. Екатерина Устюшенко, Аркадий Амбуев, телекомпания АТВ. Гулять и здороветь. Врачи города позвали пациентов на прогулку по парку. А во время ходьбы поговорили о здоровье и возможных рисках. Например, что малоподвижный образ жизни заставит встретиться с врачом еще раз и, скорее всего, уже по поводу болезни. В общем, отправился на эту встречу и я. Агафья и Раиса – две подружки. А еще они в шутку называют друг друга наставник и ученик. Агафья Андаева в прошлом врач и уже несколько лет занимается скандинавской ходьбой. Подключила к этому и подругу. Надо заниматься спортом. Обязательно спортом. Движение есть в жизни. Шахматами? Нет. У нас, по-заре, много тренажеров разных. Все-все разные. Вот мы вечером выходим, несколько нас человек, ходим. Сначала тренажеры, потом ходьба, потом упражнения. Вот так вот каждый вечер. Сегодня подруги совмещают приятное с полезным. Пришли на прогулку с врачом. Возможность поговорить со специалистами и не в тиши кабинетов, а на свежем воздухе, дает Центр медпрофилактики Бурятии. Потом, потом. А потом это все затягивается и превращается в настоящие болячки, когда уже поздно. После разминки и небольшой прогулки по парку с полезными советами от врачей Центра посетители импровизированной поликлиники под открытым небом переместились в один из торговых центров. Мы проводим обследования скрининговые в торговых центрах, на предприятиях, школьных, дошкольных учреждений для того, чтобы быть ближе к людям. Чтобы им не приходилось приходить куда-то в поликлиники и так далее, а прямо на местах. Во время таких выездных приемов можно измерить артериальное и глазное давление, проконсультироваться с кардиологом и стоматологом. Такие обследования не требуют наличия сложного медицинского оборудования, но позволяют заметить нарушения на ранних этапах. Мы рады, что на наши акции приходит каждым годом все больше и больше людей. Это говорит о том, что люди обеспокоены о своем здоровье, они заботятся о своем здоровье и о здоровье своих членов семьи, приходят для того, чтобы понять, какое у них здоровье, что им делать дальше для того, чтобы сохранить его. Центр медицинской профилактики почти каждые выходные проводят интерактивные занятия и встречи. Например, в эту субботу в парк юбилейный приглашают на фестиваль скандинавской ходьбы. В программе зумба-фитнес, уличная атлетика, конкурсы и полевая кухня. Октябрь или площадь Комсомольская, улица Болтахинова или Макрослободская. В Улан-Дэ провели экскурсию на Львенке. Новый практически бесшумный трамвай вполне подошел для такого рода путешествия. Подробности далее. Много ли вы знаете о своем городе? Сегодня нам предложили необычную экскурсию на новом трамвае. Ну что, поехали? Добрый вечер, уважаемые гости, экскурсанты. Сегодня мы с вами совершим первую в истории города Улан-Дэ поездку, экскурсию на новом абсолютно трамвайном вагоне. Посмотрим с вами наш город, замечательный город Улан-Дэ, вечерний, ночной Улан-Дэ. Добрый вечер, уважаемые гости, экскурсия на новом трамвайном вагоне, экскурсия на новом трамвайном вагоне. Мне нравится, приятная поездка, бесшумная, ну как на обычных трамваях и удобная. Могу с гордостью сказать, что наши коллеги здесь на месте Улан-Дэ, они представляют продукт, который достаточно конкурентоспособен и где-то может быть даже более креативен. Я вот не была на экскурсии. Вот у меня первая экскурсия, мне очень понравилось. Красиво рассказывает экскурсовод, очень внимательно, интересно слушать. Вот слушаем даже сейчас. Вот золотой микрофон, нравится. В городе Улан-Дэ очень много достопримечательностей. Особенно это связано с этносом национальной культуры бурятского народа. Бурятский народ – это очень могучий народ. Один из самых, я бы сказала, продвинутых и развитых народов Восточной Сибири. Мы с вами сейчас надеедем по улице Балдафина, совершенно верно. Дениска называлась «Смог Рослободки». Понятно, что теперь, да, почему я не могу. Вагон проехал без остановок от трамвайного депо до конечной маршрута 4. Отметим, что подобная экскурсия стала пробной и когда будет новое – неизвестно. В Улан-Удэ пройдет концерт известного дуэта баянистов из Санкт-Петербурга «Сиб-Дуа». Лауреаты международных конкурсов, обладатели трофея мира и Кубка мира Александр Сироткин и Андрей Бетюцких выступят в Колледже искусства Миничайковского. 7 октября в репертуаре ансамбля – произведения мировой и русской классики, современная эстрадная музыка, джаз и обработки народных мелодий. Возрастное ограничение 6+. На этом информационный выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Надоели пробки? Не можете найти нужный товар? Устали стоять в очереди? Зачем ходить в супермаркет, когда есть онлайн-маркет? Приятные цены. Бесплатная доставка. BarisOnline.ru. Покупки с одного клика. Плавание – это жизненно необходимый навык. Спортивный клуб «Байкал» объявляет набор детей от 6 лет. Мы подберем для ваших детей эффективные методики и программы обучения. Создадим мотивационную базу и откроем дверь в большой спорт. Обеспечим высокие стандарты качества услуг и быстрое достижение результатов. А также ежегодные тренировочные сборы на озере Байкал. Занятия стартуют 9 сентября. Успевайте записаться по телефону. При поддержке Федерации плавания Республики Бурятия. Редактор субтитров А.Семкин